ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я снова приглашаю вас на передачу Дом.Э. ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ Я думаю, что вы уже поняли, что мы продолжаем вести наши передачи, нашу трансляцию из виртуальной гостиной Дома ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ и передача идет в онлайн-режиме в соответствии с действующим российским сегодняшним законодательством. Тема сегодняшней передачи – усилится ли зеленый тренд в экономическом развитии? Сегодня наш собеседник Борис Николаевич Порфирьев, член президента ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования, российский академий наук, академик РАН. Здравствуйте, Борис Николаевич. Добрый день, Сергей Ильич. Итак, уважаемые друзья, пандемия оставила целые страны в режиме вот такой экономической паузы. Ну и, как ни парадоксально это звучало, есть и, в общем-то, хорошие новости. Расстранение коронавируса уже, в общем-то, положительно влияет на состояние окружающей среды. Ну, мы хотели бы понять, насколько сегодня эта экологическая передышка будет долгосрочной и будет ли вообще долгосрочный эффект? Действительно, та ситуация, которая вызвана, последствия коронавируса, которые привели к тому, что сильно замедлился темпы экономического роста, остановились производства, в том числе и производства загрязняющей окружающей среды, действительно, это привело к довольно существенным положительным изменениям в экологической обстановке. Концентрация диоксида азота, вот в Китае восточном, вы видите, сразу после Нового года резко снизилась их концентрация. Это в Восточном Китае, теперь вот мы видим Китай в целом. Аналогичная картинка по Соединенным Штатам. Тоже очень серьезное снижение загрязнения диоксида азота. Четко это просматривается, это один из сильных загрязнителей, кстати, к тому же парниковый газ. По Европе мы наблюдаем ту же картину, Франция и вот там у нас кусочек Германии просматривается. Что очень важно, вот на этой картинке показано загрязнение и снижение не только диоксида азота, но что очень важно, взвешенные частицы, это канцерогены. Одни из самых важных, как эти вот, опасных канцерогенов, 2,5 микроны, 10 микроны, это в Гонконге. Но сходная картина наблюдается и не только в Гонконге, и в других странах. Ну, как добавлю, может быть, к этим картинкам еще две цифры. Есть такой известный город Нью-Дели в Индии, он вообще считается, так сказать, едва ли не мировым чемпионом по загрязнению. Загрязнение сократилось на 27%, в Сеуле на 54%. То есть, вот мы четко видим снижение загрязнения воздуха, улучшение качества окружающей среды, что, с одной стороны, не может не радовать. Но здесь нужно все-таки иметь в виду три обстоятельства. Первое обстоятельство – продолжительность снижения вот такого загрязнения и опасными вредными веществами, и парниковыми газами, она ограничена. Эффект отдачи, так называемый, а потом при восстановлении промышленно-экономической активности, может быть весьма силен. Приведу в пример кризис 2008-2009 года, когда выбросы снизились на 1,6%, но в последующие годы рост был кратно больше, на 6-7%. Второе обстоятельство – это то, что улучшение экологической ситуации такой ценой, когда, по сути дела, остановлена или очень серьезно заторможена экономика, конечно, он контрпродуктивен, если это рассматривать как некое средство улучшения экологической ситуации. Потому что при падении экономики, мы прекрасно это знаем по нашей действительности российской, наблюдается падение жизненного уровня и качества жизни у людей, а это сказывается не только на доходах и на качестве жизни, но это сказывается также и на здоровье людей, прежде всего на психическом, да и на соматическом здоровье. Поэтому, что называется, выигрыш такого рода – это, скорее, первая победа. Второй момент с этим обстоятельством связанный – опыт 90-х годов России показывает. Мы тоже там имели довольно приличное снижение абсолютных объемов выбросов из-за грязняющих веществ и парниковых газов. Но при этом наблюдался рост удельных выбросов, потому что фонды устаревали, они не модернизировались, они не менялись, поэтому удельные выбросы увеличивались. Ну и, наконец, последнее обстоятельство с этим связанное – это противоречивость экологических последствий, связанных с коронавирусом. Дело в том, что вот я говорил о снижении выбросов аэрозоли, в частности, взвешенных частиц. Ну, известно, что при сокращении выбросов аэрозоли, вообще говоря, увеличивается нагрев. То есть, если, например, есть такие модельные расчеты, которые показывают, что если, например, концентрация аэрозоли вообще равна нулю, то это увеличивает нагрев на 1 градус Цельсия. То есть вопрос для глобального потепления остается. Ну и второй момент. Дело в том, что мы знаем, что с коронавирусом связано падение цен на нефть. Стали дешевле производства пластиков, в том числе и пластиков для медицины, которые используются, в том числе как для средств защиты. Соответственно, это создает риск, вообще говоря, увеличения пластиковых отходов. То есть это может стать основной такой головной болью для экологии. Конечно, тупика здесь никакого нет. Идет работа над биоразлагаемыми пластиками. Есть движение в сторону экономики замкнутого цифра. Но в краткосрочном плане такие последствия могут быть. Я бы еще добавил бы к этому, наверное, может быть, такую показательную цифру. Вот есть такая международная организация Global Footprint Network, GFN. Она мониторит состояние экологии, состояние экологического следа. Они установили такую экологическую дату определенную. Сколько времени необходимо Земле, чтобы при прекращении деятельности человека восстановить то, что человек запятно натворил. Прежде чем продолжить нашу беседу, я хотел бы напомнить вам, уважаемые телезрители, в каком состоянии находилась наша мировая экономика с этой точки зрения. По состоянию на момент, до начала нашей экологической ситуации. Понятие «одне экологического долга», то есть «одне, когда население Земли израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год, ввела глобальная сеть экологического следа Global Footprint Network. Чтобы определить день «экодолга», специалисты глобальной сети экологического следа соотносят скорость потребления биоресурсов человеком со способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы углекислого газа. Определение экологического следа было введено канадским ученым Уильямом Ризом в 1992 году. Экослед является условным понятием, которое раскрывает величину потребления людьми ресурсов биосферы и представляет собой площадь поверхности нашей планеты, которая требуется для воспроизведения ресурсов, потребляемых человеком и для поглощения образованных им же отходов. Главным источником экологического следа остается повседневная жизнь человека. Ведь более 70% следа – результат потребления домохозяйств. В каких объемах люди тратят энергоресурсы и воду? Какие продукты в какой упаковке приобретают? Какое количество отходов они выбрасывают? Все это определяет наше влияние на планету. Ранее в качестве даты экологического долга экспертами назывался декабрь. По итогам прошлого года этот срок был перенесен уже на июль. При сохранении нынешних тенденций потребления к 2050 году люди будут использовать экологические ресурсы по объемам, равные трем планетам, подобным нашей. В докладе «Глобальной сети экологического следа» в 2016 году говорится о том, что у России еще имеются запасы возобновляемых ресурсов. В настоящее время наша страна потребляет меньше, чем могут воспроизвести ее экологические системы. Однако ситуация меняется в худшую сторону с каждым годом. Но в наших силах этому препятствовать. Именно комплексное изменение поведения и привычек каждого отдельного человека, а не только законодательные меры, помогут реально приостановить процесс разрушения среды и прийти к гармоничному взаимодействию с нашей планетой. У нас было в «Глобальной сети» недавно большая дискуссия по поводу того, как будет развиваться пандемический мир. И одна из таких фраз, прозвучавшая в одном из выступлений, меня задела. Она говорит о том, что мало кто обращает внимание на то, что сегодняшняя экономика, она ведь дает не просто деньги для жизни людей. Это в том числе и инвестиционный ресурс. Инвестиционный ресурс в том числе в новые технологии. Одной из таких технологий является комплекс зеленых технологий. Но если у нас вот сейчас экономический спад, то не будет ли большим ударом по экономике зеленой? Ну, моя точка зрения заключается в том, что пандемия и ковид объективно ничего не отодвигает. Первое. Стратегия устойчивого развития, неотъемлой частью которой является зеленой составляющей, остается стержнем долгосрочной социально-экономической политики государств до 30-го года, как это было предусмотрено соглашением в Адис-Абибе и, конечно же, дальше. При этом очень важно помнить, что зеленая экономика, так как она интерпретируется в частности ЮНЕП, это хозяйственная деятельность, которая повышает благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость и снижает риски для окружающей среды. И в этом смысле вот пандемия, коронавирус, ее последствия не только не колеблют уверенности в правильности, но, напротив, подтверждают обоснованность вот этого стратегического выбора в пользу устойчивого развития. Кроме того, что очень важно, я бы подчеркнула, опыт пандемии, борьбы с ней доказывает приоритет адаптационных мер. Адаптационных мер, то есть когда исключить источник нельзя, но можно принять некоторые предупредительные меры и некоторые оперативные меры. То, что он называет превентивной или проактивной адаптацией и оперативной адаптацией. Если говорить о превентивной адаптации и в том контексте, в котором вы задавали вопрос, речь идет, конечно, прежде всего о модернизации структуры экономики. Ее сдвигу в пользу наиболее современных сфер услуг, экономики знаний с ядром в пользу здравоохранения, что нам подсказывает сегодняшняя ситуация. Речь идет также о производственно-технологической модернизации экономики, не только структурной, но и производственно-технологической на основе наилучших доступных технологий. Мы знаем, у нас по этому поводу принят специальный закон в 2014 году, и мы активно развиваем этот тренд. Это связано с использованием не только экологически чисто, но, что очень важно, энергоэффективных технологий и технологий производительных. То есть это помогает сохранять нашу конкурентоспособность. Вот те исследования, которые недавно были завершены в нашем институте народно-хозяйственного прогнозирования, доказали, что за последние 25 лет наиболее эффективные были и остаются меры государственной политики по стимулированию динамики экономического роста и качественных изменений в отраслевой технологической структуре. Именно они обеспечили значительное улучшение экологической ситуации, снижение удельной углерода емкости, если говорить о Парижском соглашении российской экономики, и почти на 90% компенсировали возможный рост выбросов парниковых газов, который был бы связан с увеличением выпуска. Тем самым был обеспечен так называемый эффект декаплинга и ограничение нетто выбросов в России парниковых газов на уровень 51%, если считать от 90-го года. Ситуация с пандемией скрывает огромный потенциал также информационно-коммуникационных технологий по обеспечению удаленной работы, сокращение транспортных издержек, развитие электронной торговли. Все это снижает воздействие на окружающую среду и подтверждает в то же время эффективность мер макроэкономической структурно-технологической модернизации, которая помимо своей основной цели повышения качества и уровня жизни и конкурентоспособности экономики также способствует снижению воздействия на окружающую среду. Что касается оперативной адаптации, то есть когда мы сейчас уже имеем такие последствия, нужно оперативно реагировать, то речь идет также о повышении готовности и реагировании на ЧАЭС, в том числе и экологического характера. Это укрепление общего потенциала на реагирование на чрезвычайные ситуации, включая и чрезвычайные ситуации, вызванные экологическими причинами. Вот что касается, например, если говорить конкретно инвестиции в чистую энергетику, да, до предотвращения, сейчас очень большие беспокойства высказывают, что как бы вот чистая энергетика, вот она сейчас должна получить импульс, а надо срочно воспользоваться. Вот этой ситуации и свернуть энергетику углеводородную. Вот я бы сказал так, экологические и особенно мотивы, связанные с устойчивым развитием, безусловно, должны присутствовать, устойчивое развитие вообще должно доминировать. Но надо помнить, что помимо экологического вызова есть и другие вызовы, а источник средств у нас один. Поэтому все должно решаться во взаимной увязке. И когда мы говорим, например, о более чистой энергетике в части и экологии выбросов парниковых газов, то надо помнить, что, например, если мы говорим о России, то 37% нашего электробаланса – это ГЭС, атомные станции и маленькие почти около процента теперь еще возобновляемые источники, 37%, которые мы обеспечиваем, по сути дела, за счет низкоуглеродной энергетики, которая, естественно, минимизирует выбросы и парниковых газов, да и экологическую ситуацию обеспечивает на должном уровне. Больше половины нашего баланса – это газ. Конечно, он не является в строгом смысле слова абсолютно экологически чистым, но это несравнимо более чистое топливо, чем уголь. И у нас уголь – это примерно где-то в районе 13-14%. Это не сравнить с Германией, которая имеет треть, Америка, которая имеет примерно 22-23% вклада. Но я уже не говорю про Индию и Китай, которые, несмотря на вот эти все достижения, о которых мы с вами говорили в начале разговора, конечно, львиная доля по-прежнему обеспечивается за счет угольных тестов. Для нас, конечно, вложения в возобновляемую энергетику и солнечную и ветровую перспективны в части развития распределенной генерации в так называемых энергоизолированных районах, которые уделены от центральных сетей, а это, между прочим, ни много ни мало две трети территорий и 20% населения. Территория России, да. Очень серьезно, да. Ну и как раз, если говорить об инвестпроектах крупных в связи с снижением выбросов в окружающую среду, для России в первую очередь, если говорить в том числе не только об энергетике, а вообще о промышленности, это вложение в энергоэффективные технологии. Я хотел бы нашим телезрителям предложить еще одного собеседника, исторического собеседника, потому что у нас в Вольном экономическом обществе в этом году юбилеет 255 лет. И у нас во все времена все проблемы кризиса, все проблемы, которые возникали в экономике, решались в том числе с помощью экспертов Вольного экономического общества. Одним из таких серьезных специалистов, который, в общем-то, длительное время работал в императорском вольном экономическом обществе России, был небезызвестный премьер-министр России Сергей Юрьевич Витте. Я вот директор института имени Витте и прекрасно знаю его биографию, какой огромный вклад он внес на разрешение кризисных проблем России на рубеже 19-20 веков. Я предлагаю посмотреть небольшой исторический сюжет и потом вернемся в нашу передачу. Сергей Юрьевич Витте родился в Тифлисе 17 июня 1849 года. Его отец относился к Псковско-Ливонскому рыцарству и владел поместьем в Пруссии. Мать была дочерью саратовского губернатора. В 1870 году он окончил Новороссийский университет, стал кандидатом в физико-математических наук. Из-за нехватки денег ему пришлось отказаться от научной карьеры и начать работать на Одесской железной дороге. Работая обычным кассиром в билетной кассе, со временем он дослужился до управляющего юго-западными железными дорогами. В дальнейшем вся деятельность Сергея Юрьевича будет направлена на оптимизацию и эффективное использование потенциала открывающихся возможностей. Менее чем через год он становится министром пути сообщения, а затем управляющим Министерством финансов. Именно он одним из первых разглядел своего будущего коллегу по вольному экономическому обществу, талантливого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, и предложил ему работу в своем ведомстве. Одним из главных мероприятий, который осуществил Витте на посту, была денежная реформа 1897 года по введению золотого стандарта рубля, благодаря чему рубль стал на тот период одной из самых стабильных валют в мире. Также он занимался привлечением иностранных инвестиций, введением винной монополии. Помимо государственной службы Сергей Юрьевич также принимал участие в жизни императорского вольного экономического общества, которое в тот период переживало самые непростые времена в своей истории. В 1900 году власти запретили публичные заседания общества, поставили его работу под контроль Министерства земледелия и государственных имуществ. Общество фактически свернуло свою работу, восстановив ее в полной мере лишь после царского манифеста 1905 года. После возобновления работы вольное экономическое общество активно занималось поддержкой реформ Сергея Витте. Сергей Юрьевич разработал программу «Реформ», которую позже реализовал Петр Столыпин, а также предпринимал меры по ускоренному развитию промышленности, способствуя первой российской индустриализации 1890-х годов. Благодаря его усилиям всего за 10 лет промышленное производство в стране удвоилось. Производительность труда увеличилась на четверть, количество предприятий увеличилось в 2,5 раза. По темпам роста в отраслях, определяющих рост индустриализации в тот период, Россия вышла на первое место в мире, а по абсолютным объемам производства вошла в пятерку крупнейших держав. Ключевой целью прогрессивных реформ Витте было повышение благосостояния людей и обеспечение социальной справедливости, что и в наши дни лежит в основе принципов зеленой экономики. Уже тогда он понимал, что лишь в таких обстоятельствах государство может достигнуть благополучия. Влияние мер, предпринятых им в этом направлении, создало именно ту атмосферу, в которой российская промышленность смогла быстро и пышно расцвести. Сергей Юльевич Витте ушел в 1906 году с поста министра финансов. Но в истории России и жизневольного экономического общества его период стал этапом взлета национальной экономики и первой российской индустриализации. Вот, Борис Николаевич, завершение нашего разговора. Я бы хотел, чтобы вы такими крупными мозгами прокомментировали главное направление развития зеленой экономики в мире после пандемии. Ну, вы знаете, вот если говорить о развитии зеленой экономики и после пандемии, вот я бы обратил внимание, вот начал бы вот с чего. Вот совсем не так давно, в апреле этого года, Всемирный экономический форум выпустил такой доклад, который называет энергетический переход от КДЗ посредством пандемии. И сообщил нам о том, что, конечно, пандемия очень серьезно усилила неопределенность практически всех прогнозов. И вот эта неопределенность, она, конечно же, сказывается и в отношении прогнозов развития зеленой экономики. Тем не менее, для меня, как бы, важны три принципиальных обстоятельства. Я частично, может быть, о них уже говорил. Стратегия устойчивого развития остается стержнем долгосрочной социально-экономической политики. Ничего не меняет в этом смысле пандемии. Это остается императивом. И то, под чем подписались почти 200 государств в Адис-Абибе в 2015 году, эти 17 целей устойчивого развития, куда входят, естественно, и экология, климат и так далее, они остаются вот такими маяками нашего развития на обозримое будущее. И переход к зеленой экономике, безусловно, является необходимым, хотя и недостаточным условием, и одновременно механизмом реализации вот этой стратегии устойчивого развития, которая интегрирует практически все цели устойчивого развития. В этом смысле пандемия тоже ничего не меняет. Но реализация конкретная, она уже существенно зависит от выбора конкретных государств, от выбора политико-экономического, социально-экономического, конкретных сценариев. И в этом смысле вот очень важен прежде всего темп выхода сначала из самой вот этой вот пандемической ситуации. Вот мы видим, что в общем все-таки основная часть прогнозов связана с довольно таким оперативным выходом, так называемым V-образным выходом, который приводит к тому, что уже в 2021 году мы имеем положительные, так сказать, темпы роста. Но это будет зависеть на самом деле от того, как развернется ситуация. Но и в стратегическом плане зависит от того, как выходить из кризиса, что закладывается и на какой срок. Ясно, что нельзя закладываться на ситуацию 2019 года, мы не можем выходить опять в рецессионный вот этот режим, мы должны выйти в другую экономику. И зеленый мотор здесь должен, конечно, очень помочь, потому что он прежде всего связан с наукоемкими и экологическими чистыми и производительными технологиями. И это принципиально. И в этом смысле вспоминается опыт 2008-2009 года. Пакеты антикризисные, которые принимались странами в ответ на вот эти вот кризисные явления 2008-2009 года, как в абсолютных объемах, так и доли пакетов вложений в зеленые технологии, в развитие зеленой экономики, куда в том числе входил, скажем, высокоскоростной транспорт. И мы увидим, мы с вами видим, что эта доля была очень высока. Я не говорю уже о Южной Корее, где там больше 80% антикризисного пакета на это было направлено. Но обратите внимание на числа по Китаю, да даже просто по Европе, где там 12-13% тоже антикризисных пакетов, это было развитие зеленой экономики. То есть был расчет на зеленый мотор. И мы знаем, что это сработало. Я думаю, что вот если этот выбор будет совершен так же и сейчас в антикризисных вот этих программах, то мы имеем хорошие перспективы. Сегодняшний кризис, кризис, который, ну, многие, не знаю, называют идеальным штормом для российской экономики в частности, когда есть и остановка производства вследствие пандемической ситуации, есть и вторая проблема – падение стоимости энергоресурсов, энергетического коллапса какого-то определенного на рынках. Шок для бюджета российской экономики, шок спроса и экспорта, и внутреннего спроса. И, в общем, все вместе в одном флаконе, и все это вместе взятое, конечно, создает совершенно новую реальность, новую картину для того, чтобы мы могли, ну, как-то планировать свое будущее. Тем не менее, мы видим сегодня и сегодняшний разговор, мы понимаем, что есть, в общем-то, глобальные проблемы, связанные с зеленой экономикой, это и, в общем-то, сохранение, важно сохранение глобального тренда развития зеленой экономики. Вот, и человечество туда никуда не уйти, мы это четко понимаем. С другой стороны, мы понимаем, что экономические проблемы, наверное, на каком-то этапе, так сказать, будут все равно как-то сказываться на развитии и зеленой технологии, и других технологий. В то же время, сам кризис, это, собственно говоря, как говорят китайцы, да, это и опасность и возможность, да, поэтому возможности есть в том числе и для продвижения новых технологий, родоподобных технологий. В этом плане много задач, но мне представляется и думаю, что меня поддерживает Борис Николаевич, что решение этих проблем есть, и ими надо очень серьезно и предметно всем нам заниматься. Спасибо вам большое за ваше время. Уважаемые зрители, я благодарю вас за ваше внимание. Всего доброго, до новых встреч и здоровья вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!